МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фишка слёта в том, что размеренный отдых на природе разбавлен зонами активности и развлечений. Команды покорили вершины на скалодроме, преодолели квест и состязались в стрельбе из лука. Развлечения сменяли обеды и ужины на костре, а также песни под гитару. Косу, конечно, потому что всё-таки мы отдыхаем, мы поём песни, танцуем. Я, допустим, успела сходить на творческий мастер-класс, ребята успели из лука пострелять, подраться. Что у нас тут ещё? Квест был очень интересный. То есть, конечно, в первую очередь это отдых, досуг. Настоящим сюрпризом первого дня слёта стал концерт военно-патриотической песни. Прямо под открытым небом перед и мечами выступили участники пятого международного фестиваля «За нами Россия». 1 июля отмечается День ветерана боевых действий. И, выступив в военных частях и в парке 30-летия Волка-СМ, музыканты перебрались на природу. Здесь у нас приехала группа из Татарстана, приехала группа из Барнаула, приехал руководитель группы «Контингент» Олег Синёк, и приехал заслуженный артист России Олег Кухта. Они ветераны боевых действий, исполняют песни как собственного сочинения, так и ветеранские песни. Помимо концерта на слёте прошла и церемония награждения. Глава Омского района вручил премии, отметив самых заметных деятелей в сфере молодёжной политики. Лауреатами её стали педагоги, успешно реализующие в районе свои проекты. На торжественном мероприятии начальник управления молодёжной политики Омского министерства спорта Иван Трофимов также отметил проявивший себя мечей. Почётную грамоту получила педагог-психолог Марина Ишунова, а благодарственное письмо вручили Андрею Шкинчу. Редактор субтитров А.Сёмкин